итак всем привет вы на моем канале вязание сегодня у нас понедельник 6 сентября начинаем новый вязальный влог так мне очень понравилось пока что как у меня прошла предыдущая неделя так здесь был код это невозможно никогда не закончится значит мне понравилось как прошла прошлая неделя я действительно выходные ну занималась скажем так чем хочу не то что у меня там круглосуточное вязание 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 да то есть я не торопилась и спокойно сделать свои домашние дела я даже позволила себе немножечко youtube посмотреть и в принципе неплохо повязала я вам оставлю ссылку на видео где я рассказываю как у меня прошли выходные да именно в вязальном плане конечно же не рассказываю про стирку и уборку вот очень я довольна этими результатами вообще неделя получилась крутая я потом попозже подобию итоги общие сколько же мне удалось создать за прошлую неделю порадую себя возможно еще больше вдохновлюсь новое свершение новая неделя новые планы новые цели все расписано немножечко я сегодня подкорректировала свой план на будущую рабочую неделю в связи с тем что один из процессов которые я думала что может быть буду вязать на этой неделе если останется время я его закончила это джемпер сервис кодом голда и соответственно у меня освободилось немножко времени плюс я здесь в одном процессе очень подкорректировала циферки потому что ну сейчас я буду рассказывать по порядку значит понедельник день планирования планирования и съемки контента на будущую неделю у меня тут очень все красиво расписано не покажу на этой неделе я буду продвигать 6 проектов из них у меня один проект будет новый и три проекта я хочу закончить это будет мелочевка потому что он плечевые изделия у меня на той стадии когда еще работы в них ну достаточно много и давайте мы сейчас пройдемся по этим планам да ну естественно в конце недели я подключусь лицом в кадре и мы с вами подведем итоги хорошо я трудилась или не очень так первый процесс обязательно должен стать куртка она у меня зависла что-то я никак не могу найти на нее время не на вязание а именно на съемку мастер-класса здесь ничего не изменилось но я вкратце для тех кто впервые смотрит расскажу что я для старшего сына вяжу куртку на рост 182 может быть 186 но там как пойдет и у меня будет на нее платный мастер-класс на сайте ссылочка на сайт в инфобоксе оставляю там сейчас распродажа до 14 числа включительно на имеющиеся описание чуть позже будут выгружать свежие значит это у меня ализе суперлана макси 100 грамм 100 метров 25 шерсть 75 акрил вяжу на спицах номер восемь цвет у меня восемьсот пятьдесят второй пряжи у меня 15 мако в запасах чего мне по идее хватает с лихвой может какая-то шапка потом получится в тему к этой куртке так у меня связана спинка до пройму я продублирую эту информацию до чтобы не получилось так что не полнота данных и у меня есть рукав который не до конца еще не до не до оката до довязан просто закончил самоток и я на этом решила остановиться значит почему не движется куртка потому что дальше нужно снимать достаточно много информации для этого нужно ну неплохо было бы выделить какой-то полноценный рабочий день а лучше два что я в принципе и сделала на этой неделе и среда и четверг у меня будут как раз таки посвящены вязанию этого проекта я хочу его здорово продвинуть на этой неделе и что я здесь для себя решила изначально я поставила ну такую большую цифру 800 метров на эту неделю но я что поняла что это наверное как то я палочку зорнула потому что основная загвоздка не в том что я не осилил 8 мотков суперлан и макси потому что метраж ну 100 грамм 100 метров вяжется достаточно быстро и если задаться целью то как бы 8 мотков даже и не проблема больше загвоздка в том что здесь нужно снимать расчеты показывать прибавки убавки здесь плечевое у меня изделие с классической проймой с окатом рукава да то есть расчеты не самые простые нужно все очень подробно объяснять поэтому я решила что я не буду геройствовать и поставлю себе цель такую знаете по среднему я написала 500 600 500 600 метров то есть 5 6 мотков я думаю что за среду если я все буду хорошо до этого момента успевать я с этой задачей справлюсь и у меня по идее к имеющимся спинки недовязанной и рукаву должны должно что в итоге получится значит должна получиться целая спинка должны получиться оба рукава и скорее всего я начну допустим полочку первого да мне теперь главное до среды определиться что буду делать с карманами буду ли я их вязать и если буду то какие карманы это будут в общем у меня прям такая знаете галочка сегодня завтра над этим основательно подумать вот может быть посмотреть картинки может быть что то еще ну и соответственно это первый проект который я буду взять на этой неделе и очень постараюсь сразу же монтировать эти кусочки да чтобы потом осталось только склеить в один большой мастер-класс и чтобы это потом не лежала на мне грузом каким-то дальше я хочу продвинуть свой джемпер ажурные здесь у меня внезапно за выходные довязался первый моток пряжи чему я несказанно рада и естественно я такая в небольшом шоке сама от себя потому что я не рассчитывала на то что у меня получится это сделать у меня оказалась вся пряжа перемота два моточка я перемотала на выходных пока монтировала видео на влоговый канал раз и два и сейчас я готовила свой рукодельный уголок съемки да хочу заключительным видео о запасах пряжи сделать видео о рукодельном уголке о том как у меня это все дело хранится и обнаружила в корзинке с пряжей которую решила перебрать по быстренькому опять же покомментировала видео еще два перемотанных мотка то есть по ходу больше мотать не придется значит у меня закончился первый моток вчера нет сегодня утром утра такое очень ранее связано около то что сколько здесь ну на вскидку сантиметров 18 до 18 может быть даже и 20 связано то есть еще моточек и я допром дойду и дальше мне нужно будет снимать подробно опять же мастер-класс да поэтому дабы не путать два мастер-класса на одной неделе и не бежать за двумя зайцами я решила что я этот мастер-класс буду довязывать на последний получается раз-два на четвертой неделе сентября вот основательно возьмусь и это будет моим основным проектом и основной задачей недели потому что на следующей неделе я буду заканчивать сарафан вот поэтому у меня задача за эту неделю продвинуть соответственно тело до проем чтобы дальше я смогла спокойно все это дело снимать вязать рукава для видео обработку горловины в общем там уже повеселее будет очень нравится узор просто красотища невероятная уже прямо вижу как это будет здорово смотреться в целом да будет v-образная горловина но в общем все это вы потом увидите этот джемпер я хочу вязать наподобие джемпера и знаку колико желтого да то есть по тому же принципу именно по фасону такая же v-образная горловина с обработкой резинкой один на один из скосом плеча и спущенным плечом забыла так и получается что в этом проекте я хочу этот проект продвинуть всего на один моток да потому что ну дальше нет смысла дальше нужно снимать один моток это 270 метров это реально сделать это реально сделать достаточно следующий процесс которые будут двигать однозначно тоже на этой неделе это будет мой сарафан сарафане у меня уже шесть квадратов опять же вот плюс один квадрат за выходные и пряжица моя вот так она выглядит синима точек уменьшается но естественно с большей скоростью потому что это основной цвет сегодняшний квадрат ночью я его немножечко перевязала короче задумалась и связала лишний ряд надо будет распустить не знаю почему так решила и я когда ночью вязала думаю блин синий не хватит а потом вспоминаю что синий из моих личных запасов и у меня его 5 так что мне хватает значит у меня связано три квадрата из 4 1 ряда и 3 квадрата из 4 2 ряда соответственно следующие квадраты я уже буду вязать других цветов они уже будут их тоже будет 3 и они будут с увеличением то есть уже с расширением на бедра таким плавным достаточно 300 метров это пять квадратов может быть чуть меньше да поэтому скорее всего вот у меня появится за эту неделю две новые расцветки квадратиков но и уже как-то потихонечку складывать это все в кучку потому что я думаю что нет я не думаю мне просто хочется это уже как-то визуализировать в полноценное изделие у меня даже была мысль начать потихонечку их собирать но тогда я боюсь что я что-то упущу и в видео не покажу да так это здесь 300 метров тоже должно появиться было бы удобнее 350 да ну как бы метраж матки 350 метров это у меня лиза дива но все равно же вижу не с одного маткайсера а из разных и еще решила я избавиться от процессов мелких на этой неделе это у меня будут носки для сына один носок я также сказала выходные вот надо с 2 носок это будет может быть вечером сегодня может быть не сегодня но в общем заняться этим процессом надо нужно будет до прибытия всех домой связать мысок а потому что с мыском у меня как-то всегда так очень напряжно не то чтобы тяжело вязать просто очень близко к рукам держу глазам точнее к рукам странно ногами вижу поэтому к рукам держу поближе в общем глазам близко держу потому что в начале эти прибавки но я их скажем так плохо вижу да вот а там уже можно и по вечерам повязать и будут у меня у макса еще одни носочки ну может быть еще одну-две пары я свяжу и на этом на этот сезон пока что закончу пока нога не подрастет а потому что есть и магазинные носки там еще ну и в общем-то зачем навязывать так много это я хочу закончить на этой неделе и вот с этими носками нужно что-то делать решать или распускать их или вязать дальше ну я бы написала в цели их закончить написала 300 метров здесь я написала 100 но это было написано 100 значит 50 уже связано грубо говоря еще 50 и будет готов носок и будет галочка в моих планах здесь я хочу распустить полностью до мыска и дальше я уже буду думать что я буду с этим делать или я буду редактировать вот это то что мне в голову пришло или я буду придумывать что-то уже абсолютно другое потому что но не совсем мне нравится то что у меня получается точнее непонятно ну то есть я вроде на ноге смотрится прикольно так как я и хотела но что-то что-то мне мешает вот поэтому я бы хотел с этими носочками на этой неделе окончательно разобраться иначе я просто до них не доберусь никогда не будут лежать и кушать не просить так значит у меня вы заметили да не прошки заняты а носочки я вязала в этот раз на адиках нашла у себя ади два с половиной на леске 80 сантиметров вот эти ади премиум они по-моему или как они называются или классик что-то такое и вы знаете тоже неплохо пошло поэтому наверное я пока что воздержусь от покупки новых спиц а кубических на для вязания носков и справлюсь вот таким образом вот и получается что я так посмотрела возможно я еще что-то успею да потому что как ты сейчас такое настроение хорошее я решила заглянуть свою коробочку мы сейчас тут с вами немножко наведем порядке в том плане что я хочу убрать эти пасмы если вы смотрели опять же мое видео в понедельник я там рассказала что этот процесс я решила временно отложить я боюсь что мне не хватит пряжи и я не найду возможности и докупить но я ее и не найду и я решила немножечко подождать да и начать этот процесс чуть чуть позже может быть не знаю может быть в декабре вот поэтому нет смысла чтобы эта пряжа здесь лежала я не передумала дизайн будет тот же просто пока что не вижу смысла так что еще я хотела сказать и что у меня здесь осталось вы видите да что у меня здесь осталось не так уж и много всего это коробочка которую мы с вами смотрели в виде он с планами на сентябрь месяце давайте тоже оставлю мы ссылку вдруг вы не видели значит здесь у меня осталось пряжа на шапку и пряжа на мужские носки это у меня пряжа из интернет-магазина визомания шоп да это инстаграм магазин этот вид наверное какой-то я не скажу вам потому что я просто не помню я его перемотала на днях выходные в субботу но начну когда закончу вот эти две пары ну или хотя бы одну и я решила на эту неделю взять еще в работу шапку такую шапку я уже вязала вставлю фотографию если не удалила там такая черновая фотография точно такую же шапку буду вязать но уже с другой формы макушки это у меня alize mirina royal 50 грамм 100 метров синий цвет 444 белый цвет 55 вот буду вязать в таком сочетании двухцветную синей пряжи у меня достаточно то есть мне если даже не хватит одного мотка ничего страшного и по этой шапочки тоже будет описание соответственно будет тестирование если все будет хорошо а если я справлюсь с этой шапкой на этой неделе то возможно на следующей неделе я отредактирую описание подправлю под коню под размеры до добавлю вот эту вторую макушку и в инстаграме буду набирать тестовую группу и того получилось что если я вдруг еще и до шапки доберусь то у меня на этой неделе куртка 500 давайте по минимуму до сарафан 300 это уже 800 носки 100 900 1200 1500 1700 метров многовастенько многовастенько конечно же но будем стремиться куда мы денемся в конце концов есть возможность в любом случае что-то перенести на следующую неделю потому что я в принципе как бы никому не подчиняюсь сама себе хозяйка вот буду вязать в порядке приоритета до сначала сарафан и куртка а уже остальные процессы ну как как душа мне вели вот но если все хорошо пройдет до концу недели вообще не очень удобно кстати получается что в пятницу снимаю до в пятницу снимаю в первой половине дня да и получается что у меня по факту как бы влог за четыре дня понедельник в том всегда четверг но в принципе ничего страшного потом я решила попробовать иногда там допустим раз две-три недели снимать влоги выходного дня и тоже показывать что на выходных коверя в более таком расслабленном режиме в домашнем я бы сказала вот поэтому вот они раз два три 4 5 6 проектов которые планирую взять на этой неделе в общем то все все что я хотела вам рассказать я рассказала вот так что до завтра я без понятия за что еще не возьмусь пока еще даже об этом не думала поэтому для меня это пока что тоже сюрприз и так всем привет сегодня у нас вторник немножечко поговорим о продвижениях моих вязание они не такие классные как мне бы этого хотелось во первых я здесь снимаю спеть за час она уже вышла на канале у меня до среди недели вы наверняка видели и я в рамках этой игры взяла в работу носки для макса и вот за час у меня связалась больше половины носка и здесь провязала половину пятки бумеранг сейчас буду вязать вторую решила что хочу это сегодня закончить чтобы но это слишком мелкая работа чтобы откладывать ее на потом да уже говорила в том видео что не сошлись у меня секция как-то не задавалась этой этой целью да но когда вязать стала подумала о том что блин знала бы я да то есть если бы обратила внимание я бы наверное все таки отрезала этот кусочек тут совсем немножко нужно было отмотать буквально каких-то два метра пряжи и были бы у меня они максимально вот одинаковая да но уже перевязывается не точно ничего не буду поэтому сейчас сяду и носочек этот закончу я тут села смотреть фильм сегодня решила себе позволить немножечко нехорошо себя чувствую вязать могу голова болит выпила таблетку и не помогает не знаю почему поэтому сегодня приняла решение снимать только лайтовые видео подключусь виза влоге и наверное может быть даже лягу посмотрим так и второе мое продвижение практически можно сказать что она шикарная очень хотела довязать мы только лиза cotton софт до конца но не довязала и скорее всего уже не довяжу в рамках этой недели по одной простой причине что я практически довязала до тройму значит сейчас покажу вот у меня сколько джемпера уже связано прелесть прелестная я прикинула мне где-то еще три сантиметра провязать да и будет и будет готово тело до проймы поскольку я вижу по кругу он дальше я буду разделять полотно на две части на перед и спинку вот такая красота наконец-то можно хоть что-то показать да на перед и спинку и дальше уже увязывать отдельно а спинку по прямой практически да то есть я конечно же буду увязывать углубление горловины ну наверное все таки воду да в общем я пока ничего не буду говорить не знаю как пойдет а по переду у меня будет v-образная горловина и получается что у меня вот этот моточек он весь не уйдет до пройму поэтому я поскольку планировала это изделие мастер-класс продолжение его снимать только после пятнадцатого сентября да потому что но у меня все расписано распределено что когда я снимаю что когда вижу то получается что мне как бы менять планы только из-за того что я быстрее это связала чем хотела я конечно же не стану вот этот маркер мне здесь уже больше не нужен поэтому я его отсюда убираю вот там я поставила маркирочек от которого приблизительно я буду сейчас ориентироваться ну вот я грубо там почти сантиметр еще провязала рядов восемь на то есть всего раз два еще шесть и оставлю в покое но сколько пряжа останется столько останется и будет он лежать уже ждать своего часа когда я сяду за него полноценно за съемки то есть я хочу сесть и там за два-три дня сколько у меня это времени займет этот мастер-класс полностью до снять вот очень красиво очень красиво но просто не налюбуюсь и гладь такая и полотно но вот и тогда я глажу и я кайфую просто кайф невероятно вот здоровско смотрится надеюсь что носите это буду с таким же большим удовольствием как я это вижу но я так мне бы хотелось узор ну просто здоровски даже наверное я бы его повторила где-нибудь но но не знаю какой смысл повторять узоры одинаково одни и те же вязать если их на самом деле такое великое множество именно красивых узоров что проще конечно же каждый раз разное может что-то похожее чем-то этот узор перекликается с узором на моем топе розовым которая закончила в августе месяце можете в готовых работах посмотреть я вам оставлю ссылочку чем-то перекликается но он конечно другой вот вот такие продвижения значит сегодня у нас вторник я должна была сегодня монтировать видео которое я вчера должна была снять но у меня вчера себя плохо почувствовал чем что-то у меня голова что-то с головой поэтому вчера я вырубилась это вообще бывает как знаете как высокосный год приблизительно раз в четыре года я вчера вырубилась и соответственно не успела все что хотела снять сегодня думала буду снимать болит голова болит голова ничего не могу поэтому я сейчас в режиме лайтовом повяжу и для себя я определила что я буду в это время вязать на сейчас у нас 12 16 у меня еще достаточно много времени для вязания поэтому я в первую очередь конечно же довяжу детские носки вот эти дам тут но минут сорок работы довяжу носочки дальше я хочу довязать вот эти шесть рядов джемпера которая тут остались и скорее всего дальше возьмусь за вязание квадратов для сарафаном да потому что ну я как бы исхожу из плана на неделю вот два тебя как бы по плану неплохо я двигаюсь и вечером получается я буду вязать крючком если я конечно буду вязать то я буду вязать крючком крючком вечером с максом вязать намного проще потому что крючок прикрыть если что намного проще чем спицы спицы все-таки 2 и реакция такая если защитная не только на ребенка но и на слетевшие петли да как то вот кажется неловкие движения с крючком же намного проще бросил и все никуда ничего не распустится никуда ничего не убежит у меня тут еще шапка должна начаться обязательно здесь у нас что здесь у нас ромата она будет чуть позже значит по ромате давайте я вам скажу значит сегодня мы планируем отфотографировать ромату я буду фотографировать ромату которая у меня сейчас есть но она не у меня есть но в общем она в этом же доме где мы сейчас пока что же еще живем отфотографирую ромату и отправлю специалисту там то чтобы он загрузил информацию о совместном проекте на сайт значит и тогда если все хорошо получится к субботе но я еще в итоге вам там видео скажу дам будет под этим видео в инфобоксе ссылочка не прямая ссылка на конкретно на оплату участия в совместном проекте по вязанию худи ромата давайте так в двух словах скажу у меня есть на канале мастер-класс он бесплатно в свободном доступе и он таким и останется да то есть это для тех кто сможет самостоятельно вязать и вообще в принципе не заинтересован ни в помощи не в компании для тех кто заинтересован в обратном я решила организовать совместный проект по вязанию этого худи буду помогать да если у кого-то будут возникать какие-то трудности по ходу мастер-класса и буду вязать своему старшему сыну тоже такое же худи из ланы gold пипельной миланша показывала в понедельничном видео о том как у меня прошли вязальные выходные да то есть какие вообще планы что у меня там продвинулась что закончилась вот стоимость совместного проекта 290 рублей совместный проект не бессрочные мы начнем скорее всего какого-нибудь 25 сентября приблизительно может быть ну я думаю что где-то так да то есть оплачивать можно уже сейчас вступать может быть я сделаю ограниченное количество мест я пока еще не знаю это я буду уже решать попутно совместный будет проходить в телеграме на после оплаты вам придет документ со ссылкой на приглашение в эту группу да в этот чат ну и соответственно вам нужна пряжа и вам нужны мерки пряжа не обязательно на год любая в принципе пряжа единственное что вы должны понимать что если это очень тонкая пряжа и работы конечно же вам будет больше совместный проект продлится до 31 декабря то есть мастер-класс останется у вас на руках точнее на канале здесь да вы сможете если вдруг не будете успевать довязать а чат 31 декабря я естественно буду удалять ну потому что поняла что бессрочные совместники это это большая проблема вот поэтому вот такие у меня новости значит кому интересно давайте продублируем фотографию этого свитера худи да может быть у меня уже есть наверно хорошие фотографии посмотрим успею ли я сегодня вообще как буду себя чувствовать сейчас опять начинает глава кружится вот поэтому заглядывайте подключайтесь присоединяйтесь будем вязать вместе вот на этом у меня пока все до следующего включения до завтра и так всем привет очередное включение сегодня у нас среда и можете подумать или на что у тебя за срач на столе рабочий процесс друзья мои это называется покажу вам свои продвижения за прошедшие сутки и расскажу об изменениях в планах они связаны с тем что я пытаюсь постоянно улучшать свое планирование до чтобы это было максимально максимально как это правильно сказать рационально так я освободила корзинку свою от готовых работ предыдущих месяцев да и сейчас здесь только готовые работы этого месяца уже сентября вот джим перочек пока еще кончики не спрятаны просто нужно было снять манекена потому что он у меня сох на манекене чтобы у меня вытянулись рукава подвесом максимально насколько это возможно чтобы но потом просто не было неприятных сюрпризов вот так что заканчивается закончилась первая неделя а у меня уже две готовые работы потому что носочки я вчера тоже полностью довязала это заняло у меня там реально как то совсем немного времени но я решила что я не буду вязать прямо сейчас третью пару не посмотрела вчера запасы наших теплых носков оказалось что у нас на данный момент теплых носков вообще как бы больше чем обычных у ребенка правда не все конечно можно в ботинки засунуть но две пары альпаковых магазинных таких очень теплых шерстенных носков и две пары вязаных носочков мне кажется что этого пока будет достаточно а там уже буду по мере необходимости довязывать потому что остатков носочной пряжи у меня еще валом там вяжи не не перевяжешь наверное так вот чтоб сесть и перевязать да и да и нет смысла поэтому вот пожалуй с детскими носками я в целом закончу хотя если честно все равно какое-то желание постоянно носочный процесс в работе имеет так дальше я быстренько вам расскажу о том что я довязала джемпер датрон и дальше не стала продолжать потому что буду снимать мастер-класс у меня остался вот такой клубочек соответственно здесь добавилось 8 рядов после вчерашнего уже не буду доставать да мы потом в конце видео в конце этого виза влога когда будем подводить итоги я еще может быть напомню и дальше я переключилась на вязание сарафана потому что у меня есть определенная норма в день где-то около 300 метров в рабочий день до вывязывать ну или хотя бы там 250 получается что первый день это был джемпер за понедельник я эту норму осилила за второй день не подвела итоги еще я хорошо знаю что я довязала получается целый носок детские и сарафаном ну пусть будет неплохо поработала могла бы конечно получше но как есть уже значит у меня появились новые квадраты я вам даже сегодня уже могу сложить да и мы посмотрим сейчас как это выглядит уже в полотне значит сейчас квадраты я уже вижу на увеличение так первый квадрат это квадрат который будет на груди вот так положим чтобы немножко выглядывал а то не хватит кадра дальше следующие квадраты это которые будут уже от груди вниз к талии спускаться я в этот раз именно эти квадраты которые сейчас вижу без мастер-класса вижу точно также ну я знаете как я перестраховываюсь а уже в мастер-классе будет все как положено на то есть не переживайте за этот момент и вот у меня третий ряд квадратов я уже третье начала это супер продвижение сегодня ребенок мы проснулся на 40 минут раньше поэтому я не совсем успела так и получается что вот этот квадрат он у меня уже уже на один ряд больше и соответственно здесь уже есть некоторые моменты которые будут менять да то есть это уже надо объяснять здесь уже нужно будет считать и вот это дело вот так соберется соответственно в этом ряду вот в этом с этими квадратами мое полотно расширится я сначала была немного смущена тем что у меня повторяется как бы вот в двух рядах серединка желтая потом подумала ну и что здесь дальше будет квадрат с большим желтым рядом поэтому по идее может быть даже какая-то система заложится значит пока у меня в мыслях пока у меня в мыслях что у меня в длину скорее всего получится в этот раз 5 полных рядов и один дополнительный который будет сравнивать полотно на то есть получается раз два три четыре эх пять ну грубо говоря да и вот здесь раз два три 4 5 бретельки и вот здесь в принципе так и получается да потому что я сарафан в пол ты вязать не собираюсь и значит этот такого размера этот такого это увеличение дальше тоже будет увеличение и последний ряд уже будет заключительного размера на учиться еще на ряд больше запуталась раз два три четыре да наряд больше чем этот вот короче у меня связано за вчерашний день два квадратика вот так и 3 я начала в идеале это должно было быть 5 квадратов но это при условии что я если бы вязала только квадраты а так у меня там еще и носок был ну и джемпер очки немножко довязывая в общем-то я в целом пока что иду хорошо да и пока что все успеваю вот мои красивые квадраты уже не дождусь следующей недели потому что на следующей неделе я буду работать с этим сарафаном как с основным проектом и соответственно буду его уже по нему снимать все что нужно что пока ничего не снимаю пока просто нарабатываю скажем так вот эти мотивы и соответственно основная часть недостающая да вот будет связано следующей неделе то есть прям буду стараться его закончить может быть сначала все квадраты сошью давай свяжу поснимаю а потом уже если останется господи мысли потеряла если останется время на следующей неделе еще и для того чтобы сшить обвязать то это будет супер потому что в последней неделе мне бы хотелось это дело уже монтировать вот такие вот дела значит у меня заканчивается синяя пряжа вот это вот от нее осталось я думаю что этого остаточка мне даже не хватит на следующий квадратик да я уже подготовила там моточек перемотала поэтому сегодня обязательно этим процессом займусь хочется не отставать да то есть я буду постараться ежедневно свои планы подтягивать под под нужное количество и прямо посередине второго квадрата мне так захотелось начать новые носки это очень смешно значит я планировала в этом месяце начинать еще одни носочки из носочного твида который приходил мне из магазина саши магазин называется визомания шо поставлю вам ссылочку на этот интернет магазин да в инстаграме он расположен этот девчонка с минска но она отсылает по всему миру значит у меня вот такой синий носочный твит очень красивый темный он с черными вкраплениями может быть что-то будет видно тонюсенький он конечно и есть такой еще винного цвета очень красиво в общем я начала вязать носки это будут носки в подарок единственное что ну это конечно совсем другие ощущения не такие как отвязание из носочной пряжи потому что это пряжа но мне пока не эластично так как мне бы этого хотелось запись на не пружинит особенно в вязке это просто такой шнурочек она в пропитке я связала мысок сделала все прибавки и мне в какой-то момент показалось что я начинаю сомневаться в размере я набрала здесь на каждую спицу у меня получилось по 30 петель и в итоге 60 до и как-то этого как будто бы должно быть ну в тритык но ощущение что этого много поэтому я что сделала я прямо утром в 5 утра после того как вот это дело все связала до дабы не распускать зря и не вязать зря я закрыла петли крючком и пошла постирала сейчас пока что это еще достаточно влажное полотно хотя кажется что уже высохла но нет вот так попробуем да значит она конечно же распушилась увеличилась в объеме сейчас вам покажу вот кончик который был водички да и кончик и не ниточка которая не была водички ну вот разница очевидно да вот это вот уже при том я же кончик этот не терла не мыла а как бы он просто полежал и разбух вот и я жду когда это окончательно высохнет для того чтобы дать оценку вообще столько петель или это много ну то есть что делать я потерялась слегка такого еще не было а я прям хотела знаете сесть и хорошенько повязать но ничего высохнет я тогда может быть это станет процессом какой-нибудь пятницы на такой пух вам видно нет не знаю такой прям и гусеньки чем похоже на какую-то тепленькую детскую одежку в общем я надеюсь что я не разочаруюсь потому что пряжа бобинная ну как вы тут прицельно претензии не к магазину чтобы они подумали а в целом потому что я но не умею вязать из бобинной пряжи и я даже этого не стесняюсь мне подходит вот точно очень даже хорошо вот значит если с этими носками не удастся я начну носки просто из другой пряжи тоже на подарок этому же человеку потому что носки мне все равно нужны и вот и оставлю это пока что здесь значит с роматой определилась я будет чуть позже сегодня я начну вязать шапку и нужно мне опять же вот еще расскажу с этими носками что я решила с этими носками значит я подобрала несколько узоров для вязания носков но я понимаю что я на этих носках этих узоров вообще не вижу и тут два варианта то ли это дело распускать пряжу убирать доставать другую дам то ли связать уже носки из этой пряжи да и пусть ну например даже данилия и пусть он их уже носит вот потому что ну только та идея мне была совместима с этим цветом неоновым больше ничего другого в голову не приходит я даже не знаю как правильно поступить пусть пока еще полежит дальше какое у меня произошло изменение в планах я себе покупала на день рождения на вайлдбексе несколько планеров да потому что я люблю все это дело планировать о как раз в итоге месяца значит планер выглядит следующим образом здесь такая вот промежуточная страничка колесо баланса но не всегда наверно раз в сезон здесь вы это все заполняете что хотите раскрутить там вначале есть инструкция как с этим работать я пока еще не изучила значит дальше есть трекер привычек вы вписываете привычки и отмечаете в течение месяца какие привычки вы выполняли здесь ключевые цели на месяц задачи на месяц месяц подписывайте книги на месяц фильмы и сериалы что купить и вот здесь такое расписание здесь я пишу обычно обычно сейчас я здесь пишу какие видео у меня когда должны выходить до получается грубо говоря там три месяца 6 9 12 вот и дальше получается на каждую неделю вот такой развернутый план в котором можно расписать каждый день не совсем не это удобно потому что узкие столбцы и не знаю надо то ли мельче писать что чем у меня вчера описала свои планы и ну так не идеально а я же люблю когда все идеально и к вот у него вот так значит и к чему я пришла на вчера было новолуние давайте я и здесь пару слов об этом скажу я не то чтобы великий спец в этих вопросах я далеко не спец просто как-то вот меня выскочила одно из видео на ю тубе и мне чуть-чуть стала эта тема интересна я посмотрела пару видосов и такая думаю блин ну да надо ну то есть что-то в этом есть надо попробовать и вчера в новолуние я села и подумал о том как мне еще можно усовершенствовать свои планы для того чтобы я реально все четко по графику успевала и я поняла я начала анализировать да то есть вязать успеваю снимать успеваю монтировать успеваю домашние дела делать ну с трудом но успеваю что я тогда не успеваю я поняла что я не успеваю снимать мастер-классы задалась вопросом почему они не успеваю снимать мастер-классы стала искать ответ и мне пришла в голову такая мысль потому что нужно меньше планировать мастер-классов одновременных то есть у меня основная проблема в том что я получается на одну неделю могу запланировать съемки двух мастер-классов. Это неправильно, это трудно, это неудобно, поэтому я что для себя решила. Все, что касается моих в описании мастер-классов, я буду планировать не больше одного на две недели. Независимо от размера этого изделия, то есть даже если это будут носки, все равно конкретно моя работа с этим описанием будет раскидана на две недели. Получилось сделать быстрее, значит у меня есть возможность передохнуть от текста, допустим, или от монтажа видео, если это видео мастер-класс, и подготовиться морально к следующему проекту, продумать его основательно, чтобы не было так, как с курткой, например, или как с сарафаном, как это было в прошлом году, что целый год я не могла его доснять, потому что у меня реально не находило на него времени. Это печально, но это такой горький опыт. Сейчас я уже понимаю, что нужно что-то менять. И получается, что я, исходя из того, что вот я таким образом решила поступить, на этот месяц решила поставить себе цель на оставшиеся три рабочие недели разобраться с теми описаниями и мастер-классами, которые у меня уже на стадии 99%. Это описание носков, которые должны выйти в субботу. Ну, получается, вчера уже вышла, по идее. Это описание джемпера, которое я запланировала выход на следующую субботу. И это описание сарафаном. Мне по нему вообще ничего делать не нужно. Мне его нужно отфотографировать. Но для меня это тоже кусок работы. То есть, у меня это не получается по щелчку. Это не как кофе попить. Сесть, попить кофе и расслабиться. Нет, мне нужно подумать, продумать. Может быть, тысячу кадров мне придется сделать, прежде чем я сделаю хоть какие-то приличные фотографии для этого, для заставки, да, чтобы на сайте выставить этот мастер-класс уже в продажу. Вот. Соответственно, некоторые проекты я заморожу и не буду довязывать в этом месяце. А точнее, один проект, это будет куртка. С ней у меня куча сомнений. Ну, просто куча-куча сомнений. С этими карманами я никак не определюсь. Я уже у Данила, думаю, вот спрошу у Данила, как он скажет, так и будет. А Данила, знаете, что сказал? Не знаю. Я говорю, спасибо, ты мне очень помог. Вот. И я вчера, ну, больше всего с курткой вопросов, я вчера решила. Но я все равно не успеваю ее снимать. Я ее уже откладываю, по-моему, три недели. Из недели в неделю. И опять не успеваю. Поэтому я ее откладываю. Ну, может быть, до следующего месяца посмотрим. То есть, получается, что у меня в моих процессах, которые я хочу связать, довязать в этом месяце, на один проект меньше. Да? Ничего страшного в этом нет. Я найду, чем его заменить. И когда я это осознала, расписала... Дайте я хоть что-нибудь положу в кадр. Давайте вот так, да? Чтобы была интрига. Зачем я приперла эту пряжу? Значит, когда я это дело все осознала и поняла, что да, действительно, так будет правильнее, так будет надежнее, да? Я буду точно успевать. Мало ли какие-то нюансы. Мало ли какие-то форс-мажорные обстоятельства. Ну, все же бывает, да? Там, не знаю, дождь на улице не пофоткаться. Вот как с носками. Вот я сейчас не могу отфотографировать свои носки, потому что у меня одна нога больше второй в полтора раза. Слава богу, уже не в два, а в полтора. Но вот... Но тоже, да, не очень симпатично выставлять такие фотографии на сайт. Поэтому буду клянчить фотки у девочек, вот, кто разрешит поставить на аватарку, да, на главную заставку, чьи ножки там будут светиться. Вот. Я поняла, что с таким исходом, я, может быть, конечно, и не успею за год все доделать. Ничего страшного, зато это будет основательная работа. Все будет хорошо просчитано, без спешки, без торопливости какой-то. То есть, так, как положено. И получается, что у меня высвободилась целая куча времени для вязания. Ну, естественно, я этого очень обрадовалась. Я поняла, что я могу смело начинать новую процесс, а может быть, даже и два в этом месяце. Чуть позже я начну румату. Где-то около 25-го числа мы стартуем, я думаю. Тоже, возможно, уже есть ссылочка на... Тоже оставлю, да, если есть, я оставлю ссылочку на вступление в совместный проект. Он будет платным. 290 рублей стоимость. Будем вязать по моему бесплатному мастер-классу, который в открытом доступе здесь, в Ютубе, да. В Телеграме будем вязать вместе мужской худи румата. Каждый будет вязать для того, кому он придумал. Я буду для старшего сына. И получается, что если я сейчас быстренько разберусь за рабочую неделю со своими проектами, то я могу на выходные смело запланировать новое плечевое изделие. Для себя. Такое, знаете, лайтовое. Вот. И я не могу выбрать, да. Я выбрала здесь две пряжи. И зависла, потому что у меня есть такая вот замечательная пряжа Fibronatura Cotton Royale Color Waves. Это 100% хлопок. Здесь 210 метров на 100 грамм. И у меня таких 5 мотков. Спицы здесь рекомендуют номер 4. Я буду вязать однозначно на 4,5, потому что на 4 на меня не хватит. И есть одна небольшая проблема. Я когда ее доставала из запасов, да, я почему-то посмотрела, видимо, на ярды вот эти. И посчитала, что 230 метров умножить на 5 мотков, это 1150 метров. То есть в натяжечку, если там без всяких там косичек и всего на свете, своеобразной горловиной на меня хватает. Ну, будет рука в 3 четверти, не страшно. А когда уже я стала пряжу эту перематывать, я увидела, что метраж это 210, поэтому всего 1050 метров у меня. То есть тут или докупать где-то, искать один моток всего, или вязать реально какой-то такой джемпер с короткими рукавами. Но все-таки 100% хлопок, он не миксеризованный. Может быть, даже и, допустим, этот вариант. И второй вариант, который мне тоже очень сильно манит, это Нако Калико, темно-синяя. Но она будет не одна, если я вдруг решусь. А может быть, я вообще два ночную, я не знаю. Она будет не одна, потому что я хочу ее совместить с пайетками. У меня есть вот такие пайетки классные. Их всего у меня 4 моточка. Я сейчас очень сильно жалею, что их всего 4. И почему я не взяла ровно на проект? То есть у меня было два давно лежала. Вообще идеально подходит. Слушайте, смотрите, какая красота. То есть мне не хватает в идеале еще, получается, двух мотков Лана Гатта, чтобы у меня все изделие было с пайетками. Потому что 245 метров здесь. И 195 метров вот здесь. Не знаю, может быть, я где-то еще поищу. Надо, во-первых, определиться с тем, как я это буду вязать. Образец и перевязывать не буду. Я возьму плотность желтого джемпера, который был на спицах 4,5. Или с французской кофточки. В принципе, не столь важно. И там, и там одинаковая пряжа. И начну вязать джемпер себе с вот этими красивущими микропайетками. Пока задумка такая, что, скорее всего, я свяжу плечевое изделие сшивное. Потому что надо поэкономить пайетки. И это, наверное, будет, опять же, V-образная горловина на резинках. То есть на манжете, по низу изделия на горловине я пайетки пускать не буду. То есть я уже сэкономлю. И получается, что было бы неплохо сэкономить, не пуская пайетки на спинке. Ну, там они абсолютно не нужны. Плюс, если задуматься, да, как я вообще обычно ношу верхнюю одежду, это в основном я всегда, если куртку надеваю, то, допустим, я ее не застегиваю. Я не люблю, когда мне душно или как-то плотно или тесно. Я люблю, когда есть доступ свободного свежего воздуха ко всему телу. И спереди, по идее, колоться не должно, а вот на спине, может быть, и будет. И мне жутко не хочется, я честно скажу, вязать плечевое изделие, шивное. Но, скорее всего, это мой единственный... Да, я тут снова влезла, завтра пойду исправлю этот момент. Скорее всего, мне просто придется, потому что вариантов других у меня нет. То есть, я свяжу отдельно перед, отдельно спинку и уже испроем, буду вязать рукава, потому что, ну, буду вязать лайтовое вязание, такое хочу заиметь, да, и спокойненько себе по выходным его вязать. Вот, чтобы без всяких сложных расчетов. В общем, такие у меня мысли. И вот я еще пока не определилась, или я вот это начну на выходных, или я начну вот это. Но здесь у меня нет образца, его надо еще подготовить. Вот, это такие мысли у меня. Тут еще я надыбала пакет, как я про него забыла, да, что у меня есть вот такой замечательный пакет с пряжей. Оставлю вам ссылочку, давайте на эту посылочку из пряжи Су. Я хочу достать основную носочную пряжу великолепной красоты. Остальное, в принципе, пока можно убрать. Вот, это у меня регия, одна с яком, вторая с шелком. Так что, может быть, на следующей неделе что-то из этого я возьму в работу. В зрительной шерсть пряжи с яком, она объемнее и кажется, что-то же толще. Хотя, вот, так смотришь, вроде нет. Вот. Эта шелковая, она как будто бы воздушнее. Такие две красивые красоты. Как раз там те узоры, которые я подобрала для следующих носочков, они не подходят для неоновой пряжи, но очень подходят для вот такой осенней расцветки. Это, в принципе, в моем понимании тоже осенняя расцветка, да? Вот. Поэтому, скорее всего, будет именно так. То есть, я их даже убирать далеко не буду. Я их для этого и покупала. Покупала. Я их не покупала, мне их прислали на обзор. Вот. Значит, планы на сегодня. Ну, во-первых, я хочу посмотреть, дождаться, когда же высохнет этот носок. Если с ним все будет хорошо, если реально с ним все будет хорошо, то, возможно, я его буду потихонечку сегодня вязать. Вечером, может быть, да? До пяточки довяжу, там посмотрим, какую пятку использовать. Потому что, ну, мне бы хотелось, чтобы по ноге носок сидел великолепно. Но ноги рядом нет. Надо будет потом то ли примерять, то ли что делать, даже не знаю. Я пока в растерянных чувствах. Поэтому на сегодня планы какие? Я хочу довязать свои квадраты, недостающие для сарафана, да? Это, скорее всего, будут еще 4 квадрата. То есть, один недостающий вот в третьем ряду. И следующие 3 квадрата четвертого ряда. Они уже будут еще больше на ряд. Вот. И я хочу, наверное, начать вот эту шапку. Потому что она, мне бы хотелось, чтобы она была готова к концу этой недели. Вот. Буду вязать на спицах 3,5. И мне надо будет сделать расчеты, пересчитать там кое-что, да? Чтобы под узор подогнать. Вот. Такие пока что мысли. Все. Это все. Ну, вряд ли я что-то закончу на этой неделе еще. Скорее всего, у меня просто только носки будут. Джемпер, который я на выходных закончила. И куча новых проектов. Может быть, я начну вообще два. Кто меня сейчас остановит? Никто. И есть еще одна мысль начать сыну старшему. Еще один школьный джемперок. Единственное, что не очень хочется мне снова серый или синий, да? Я все думаю по цветам. Но мне же надо, чтобы еще и ему очень хотелось носить это все, да? То есть, надо как-то с ним разговаривать. По поводу цвета. Я хочу начать джемперок какой-нибудь с теневым узором. Вообще, на самом деле, ему нужен какой-то свитер с горлом. Поэтому, может... Ну, я подумаю. Я подумаю еще. Время как бы есть, да? Вот. Такие вот делишки. Итого, получается, у меня в работе сейчас один проект еще ушел на заморозку. Правда, ненадолго. А так джемпер, сарафан. И получается две пары носков. И это все мои проекты, да? Правильно я сказала? Ну, вроде правильно. Вот. Все остальное пока что еще в планах и в мыслях. Вот. Добренько. Все. Пошла я работать. Пока у меня хорошее, бодрое настроение. Увидимся с вами завтра в очередном включении. Итак, всем привет. Сегодня у нас уже четверг. Завтра мы с вами уже увидимся лицом к лицу. И подведем итоги прошедшей рабочей недели. Я, если честно, до конца пока еще не понимаю, можно ли ее считать удачной. Потому что у меня из пяти пунктов три вычеркнута. При том, те, которые... Ну... В общем, сегодня вот, грубо говоря, середина недели. Да? И я понимаю, что еще как бы времени много. Но сомневаюсь, что успею. Хотя очень сильно хочется. Давайте я вам сейчас покажу свои продвижения. Мы начнем с сарафана. Я немножечко еще подвязала. Совсем чуть-чуть. Сейчас посмотрим, что у меня там получается. Немножко, наверное, хочу про пряжу сказать. Что у меня тут по количеству пряжи. Значит, пошел в работу. Ой, ой-ой-ой, нет. Ну вот. А утром я сидела и думала, надо повесить маркер. Надо повесить маркер. Думаю потом, что я забуду, что ли, что там недовязанный квадрат. В общем, пошел в работу уже синий моток. И мне кажется, он еще вчера пошел в работу. Или, может быть, ну вот, на стыке дней. Вот это еще все. Первые мотки от цветных. То есть, цветные уходят не так быстро. Ну и слава богу, если честно. Значит, я вывязала уже норму недельную, которую я ставила себе. Это 300 метров. Получается, на прошлой неделе было 300. Я связала 350 здесь. 300 я вязала ровно 300, потому что хотела еще успеть другие процессы продвигать. То есть, 650 метров. И, исходя из того, что у меня получилось, я смогла приблизительно прикинуть, сколько метров мне еще нужно будет пряжи вывязать. И это получилось достаточно много. Потому что получилось, что у меня еще где-то 3 с небольшим мотка в общей сложности нужно будет вывязать на недостающие квадраты. Ну, давайте посмотрим, что у меня получилось. Значит, у меня сейчас в работе уже четвертый ряд. Я его только сегодня начала и продолжать не стала, как я уже сказала, потому что хочу... Ну, я хочу все успеть повязать, да? И хочу успеть закончить то, что я могу закончить. Это первый ряд у меня. Дальше вот это второй будет, да? То есть, это уже под грудью. Вообще, в принципе, я подумала, что эти квадраты, если что, можно будет поменять местами. Ну, то есть, вот так, да? Потому что они у меня идентичны по размеру. Но вариант, когда желтый ближе к лицу, мне нравится больше. Кажется, как-то вот более по-летнему, что ли, да? Вот эта желтая большая расцветка, она здоровская. Так, давайте мы вот так сделаем как-то. Представьте, что меня положили на бочок. Дальше есть у нас два квадрата следующих. Это которые уже идут, получается. Угу. Как это так повернуть, чтобы влазила в кадр? Идут дальше на расширение, да, к бедрам. Вот такие эти квадраты. И получается, их тоже уже три. Получится, я вчера третий закончила. Да, я не помню просто, что я показывала. Если честно, я уже запуталась, что я на этой неделе показываю. Потому что у меня какой-то шурум-брум. На прошлой неделе я старалась продвигать свои процессы как-то по очереди. Да, один закончила продвигать, все, галочку поставила, сделала за следующее. А в этот раз у меня все в разброс. Ну и плавно немножко так поменялись, да. И в целом же рассказывала, что я немножечко решила по-другому сейчас свое вязание планировать. И третий квадрат, получается, будет вот такой. Он еще не довязан. И край будет ярко-желтый. То есть вот здесь еще будет ярко-желтый. В общем, конечно, так непонятно. Не посмотришь толком. Кажется, что они пересекаются, да, очень сильно. Но вот здесь будет ярко-желтый. По факту это одни и те же квадраты. Просто местами поменялась вот здесь цвета, да, вот в этом. И получается, что вот этот будет ряд четвертый. И еще будет пятый ряд полноценный. Да, в первом сарафане у меня было четыре. Но я там выиграла в длине за счет того, что у меня квадраты на бедрах были гораздо больше. А в этот раз будет еще пятый ряд. Ну и, соответственно, обвязка. Очень надеюсь, что не получится сильно длинно. Потому что я не люблю длинные сарафаны. Длину макси я воспринимаю только в вечерних платьях. Ну, может быть, конечно, я чего-то в этом не понимаю. Но мне так не совсем нравится. Особенно, когда закрыты колени. Ну, лично моим ногам это не идет. Вот. Короче, вот такие продвижения. Получается, что с сарафаном на этой неделе я закончила. Да, то есть все. Больше я его продвигать не буду. Ну, или, может быть, на выходных. Если я закончу с теми процессами, с которыми я планирую поработать, которые я планирую довязать. А это там еще у меня достаточно на самом деле работы. Так. С ощущением, что крючок провалился вовнутрь. Но мне кажется, что... Мне просто кажется. Вот. Вязь. Ой, мне так нравится это вязать. Я бы, наверное, ну вот, если бы это было до введения канала, как я раньше вязала. Я бы это, наверное, связала просто вот за присест. Да, села бы. И вставала бы только для того, чтобы там детей покормить. Какую-то простую уборку сделать. Поскольку я когда-то вязала с запоем ананас на эти платья, да. Не могла остановиться. Вот. Короче, вот такие дела. На следующей неделе, получается, этот процесс станет моим основным процессом. И я буду с ним работать. Начиная, наверное, со среды. Так. У меня на следующей неделе выпадает вторник полностью из работы. Но я буду, как мне, сделать. Значит, я могу еще пять с половиной квадратов и три треугольника связать за кадром, да. И нужно будет какой-то один день минимум, а лучше два, скорее всего, за день я не справлюсь посвятить. Именно уже съемке мастер-класса. Ну и потом по ночам я его смонтирую. Так. Это мое первое продвижение. Вторым моим продвижением стали носочки. Я их совсем чуть-чуть подвигала. Жду, когда выйду на пряжу, которая еще не была в работе. Не совсем приятно вязать из распущенной пряжи. Ну и вот я подняла петли. Я сидела и думала, распустить или оставить? Распустить или оставить? И я вот сколько вяжу, я столько до сих пор так и думаю. Распустить или оставить? Распустить мне это дело или оставить? Да. То есть это уже, конечно же, никакое не описание. Это я уже просто вяжу носки. И тут основной вопрос вообще, они нужны просто носки или нет? Но я, наверное, все-таки довяжу. Потому что, если честно, я посмотрела на эту пряжу и как-то вот она мне по цвету разомравилась. Нет, то есть цвет прикольный, но я уже ее не вижу, так как я ее видела изначально. Поэтому, скорее всего, разумно будет сесть, сразу ее вывязать на носочки, остаточки сложить в остаточки. Да, и потом уже не думать об этой пряже, чтобы она не мозолила глаза. В общем, я провязала, ну сколько здесь, сантиметров, наверное, 7 на вскидку. На свою голову я оставила попереду рис. Зачем я это сделала? Кто бы мне сказал. Потому что реально ряд с рисом вяжется в два раза медленнее, чем вот эта вот лицевая гладь по стопе. И разница, конечно, между вязаной ниточкой и которая была в первый раз вязана в полотно, колоссальная. Такое ощущение, будто тут заутюжили, видите, прямо залом. Вот. Это будет моя работа на выходных. То есть я буду эти носки, хочу закончить на этой неделе, чтобы они мне уже не мозолили мой глаз. Соответственно, я буду там в свободное время повязывать. Хотя, на самом деле, на выходных у меня в свободном времени не ожидается. Потому что экзамены, вождение, короче, много работы, гости. Всего по чуть-чуть. Но, может, что-то найдется. По крайней мере, мои ночи, они всегда мои. Слава богу. Вот. Это первый носок. А по второму носку я, если честно, так и не определилась, что мне делать. Видимо, все-таки я и бобинная пряжа, это вещи несовместимые. Не знаю, оно высохло. Я, наверное, что-то не так и делаю. В общем, буду рада обратной связи. Я прикинула по мыску, который был вот на этом носке. И поняла, что здесь конкретно мне надо распустить, ну, хотя бы два ряда прибавок. То есть, у меня получается сейчас на спицах на каждой по 30. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 2, 2, 4, да. Да, по 30. И мне, грубо говоря, надо выйти на 26 на каждую спицу, чтобы получился носок по ноге. Потому что я не вижу эластичности пряжи. То есть, она абсолютно неэластичная. И я не понимаю, как она будет сидеть на ноге. То есть, она будет не облегать, не подтягиваться, а будет вот как. Вот такой, как мешочек. Такие носки в моем доме никто носить не будет. Поэтому я даже не знаю, что делать. Вообще, была мысль распустить и варежку связать. Потому что я постоянно на руку примеряю. Вот. Распустить, да, вот. И связать варежки. А может быть, вообще перчатки. Слушайте. Но хотят перчатки, мне бы тоже хотелось, чтобы они сидели по руке. Шапка тоже как-то. Вот я не знаю, что делать. Но я склоняюсь к тому, что я эти носки продолжать не буду. В общем, кто что знает, да. Как вообще, у кого есть опыт вязания из такой вот неэластичной бобинной пряжи. Расскажите мне, как сидеть эти носки. И вообще, совпадает ли у вас плотность вязания носочков из обычной моточной носочки. И вот из бобинной, вот как у меня в моем случае, неэластичной. Потому что, ну, разница колоссальная. Хотя, кажется, на первый взгляд, что ничего не поменялось. Так, это мы отложим в сторону. Потому что, ну, скорее всего, я распущу. Я пока уберу, да, допустим, на недельку. Потому что хочу дождаться ваших комментариев. И два новых процесса у меня. К вам большому удивлению. Ну, первый, он ожидаемый. Это шапка из Ализе Мирина Роял. Такая же, как я вязала в июле, по-моему. Да, с жаккардом я довязывала. Довязывала, перевязывала. Там было много всяких моментов. И я начала второй вариант. Этот вариант уже будет с отворотом. И с другой формой макушки. Резиночка один на один. Провяжу отворот. Уже там прикинула по расчетам, где сколько рядов, сколько петель. Дальше выйду на узор. Белым цветом отвяжу узор. И вот думаю, что мне не хочется, чтобы шапка ассоциировалась с моря... Я еще подумала. Голубого у меня там точно хватит на узор. Там таких два небольших клубка. Это я начала буквально вот до видео. Чуть-чуть совсем повязала. И буду сегодня продолжать вязать обязательно эту шапочку. То есть, получается, что у меня на сегодняшний момент из пяти пунктов. Три пункта выполнено. Это детские носки. Они полностью связаны. Это продвижение по журной кофточке. И по сарафану. И по планам на эту неделю у меня остались... Ну, куртку мы убрали до определенного момента. У меня остались неоновые носки и шапка. Их нужно связать полностью. И вот получается фронт моей работы. Это закончить полностью шапку вот эту. И закончить полностью носки. И вроде бы как, при условии, что опять же полнедели впереди, это все достаточно реально. Поэтому будем стремиться, будем стараться. Но это первый процесс. Есть еще второй. Я вчера осознала, сколько еще у меня времени впереди. И поняла, что я на прошлой неделе в выходные закончила джемпер. Поэтому самое время начать еще один процесс выходного дня. Это могла бы быть румата. Но румату мы начнем попозже. Уже ближе к совместнику я буду сама начинать. А мне захотелось опять чего-то для себя. И у меня тут в голову выстрелила целая фонтания идей, да, о том, что бы это могло быть. Но это будут базовые джемпера, все без исключения. Потому что мне их реально не хватает. Вот сейчас на холодное время года, да, чтобы не ходить в одном и том же. И просто, чтобы носить наконец-то что-то вязаное, помимо летних вещей. И я себе начала джемпер. Я очень давно хотела повязать с пайетками. Поэтому я добралась на них. У меня было в запасах пряжи на нагато пайетки. Вот так это все дело у меня сейчас хранится. Сейчас покажу, что это такое. У меня вообще был выбран взять фибронатуру вот эту, которая секционка, да, такая бело-голубая, красивущая, яркая. Или на куколико. На куколико у меня вот в таком красивом синим цвете. Это получается в этом году уже будет, ну не в этом году, а за крайний год. Третье получается изделие из этой пряжи. Но оно реально очень классное. Это полухлопок 50%, хлопка 50% акрила. Здесь 245 метров на 100 грамм. Спицы рекомендую 4-4,5. Предыдущий джемпер и французскую кофточку вязала на спицах номер 4. Я себе давала обещание, что я попробую и на 4,5 в том числе. А с учетом того, что я добавила еще одну дополнительную ниточку с пайетками, мне кажется, что это просто то, что доктор прописал. Цвет у меня 148. Очень красивый синий цвет. И он вместе с пайетками, которые вот здесь у меня лежат в этой коробочке, ну просто изумительно сочетается. Такое ощущение, будто они просто созданы друг для друга, гляньте. Ну, конечно, полиамид, он чуть, я не могу сказать, что он светлее, он скорее просто понасыщеннее и поярче, да, потому что я не знаю, как на камере, а в жизни это такое ощущение, будто реально вот, знаете, в комплекте шло, свяжи себе джемпер. Вот, палетки потрясающие. Переливаются их тут, они такие, ну просто звездное небо. Я хочу себе такое платье. Очень красивое, очень красивые пайетки. И цвет такой нереально красивущий. Я вчера, когда с них сняла этикеточку, да, они же сыпятся вообще по-страшному. Я решила, что я их поселю вот так вот в корзинку. У меня таких корзинок очень много. Я в них хранила косметику, а потом по-другому организовала хранение. А коробочки эти остались ни при чем, они защелкиваются, то есть вот она. Я за крышечку держу, да, и она не отваливается. Я так и буду хранить, то есть он там стоит, я здесь вытянула через отверстие ниточку и вяжу, сколько у меня там хватает на сколько петель, потом снова вытягиваю. Мне кажется, что я себе перестраховала. Накуй я не перемотала, ну вот он так и лежит у меня. И я начала этот процесс, знаете, почему вчера? Потому что я вчера должна была снимать видео. Не выходили у меня получатся твальные видео, да, были проблемы с маникюром. Сейчас уже все починили, поэтому можно снимать. И я вчера хотела снимать разговорное видео и поняла в какой-то момент, что у меня абсолютно нечего вязать в этом разговорном видео. То есть носки я физически не могу вязать, потому что, ну, я сижу за столом, когда снимаю. И мне же надо по петлям попадать, ну, хотя бы, да, хотя в большей степени это уже как бы больше механическая память работает. И вязание вслепую, оно имеет место быть. Но важна же еще и плотность, поэтому я не рискнула вязать носки, особенно с рисом в этом видео. И больше реально ничего не было. Там ажур, там замороженный процесс. Думаю, дай-ка я что-нибудь начну, потому что, ну, я все равно как бы успеваю что-нибудь еще начать. И вот я колебалась, колебалась и поняла, что я начну сразу два джемпера. Ну, до второго дела не дошло. Значит, я совместила две ниточки вот эти, которые я только что вам показала. И вяжу джемпер с V-образной горловиной. Наверное, это будет шивное изделие, потому что в реглане, ну, или нет, тут два варианта. Или это будет шивное изделие самое простое, да, или это будет реглан снизу вверх с V-образной горловиной. Вот так я скажу. Вот. Значит, что я тут навязала? Гляньте, какая красота. Спицы четыре с половиной. Совместила первый ряд. Я провязала, или первый, да, набрала, получается, без пайеток. И первый ряд провязала без пайеток. Дальше добавила уже нить пайеток. И вот сейчас вяжу в две нити. Резиночка два на два. Вот у меня была, буквально недавно закончилась. И последняя, вот сейчас второй текущий ряд, я вяжу уже лицевой гладью. Сразу скажу, что у меня опыт вязания с пайетками, он абсолютно небогатый. И пока я связала резинку один на один, я намаялась. Потому что, ну, естественно, мне хочется аккуратно вязать, подхватывать там обе ниточки, чтобы ничего никуда не убежало. А это не всегда просто. Особенно при условии, что ты постоянно меняешь нить, да, перебрасываешь спереду назад, задную наперёд. И я очень ждала наступления лицевой глади, потому что мне кажется, что дальше дело должно пойти быстрее. Хотя пока я ещё этого не ощутила. Вот, в общем, такой будет джемперок. У меня чуть-чуть, ну, как чуть-чуть, у меня получается на Коколико 245 метров, 5 мотков, да, там 1215, что ли, да, метров в упаковке. Ну, предположим, что она у меня уйдёт полностью, потому что я вязала из на Коколико из такой же пряжи в другом цвете джемперок. Он у меня свободный мне в груди, на талии свободный, соответственно, можно вязать новый джемперочек, уже исходя из новых мерок, да. И я на ширину здесь заложила меньше петель и убавила с таким учётом. Ну, то есть, да, конечно, можно было сообразиться, но я поленилась. Я убавила с таким учётом, что у меня должно получиться поуже изделия. Плюс я таким образом, ну, надеюсь, сэкономлю пряжу, работы станет меньше, да, и пайеток уйдёт не так много. То есть, в любом случае мне докупить, что-то я потеряла мысль, в любом случае докупить мне придётся. Я сегодня уже эти пайетки темно-синие нашла. Нашла в магазине мотки тут и заказала мне, по идее, завтра-послезавтра уже отправить мою посылочку с пайетками сюда ко мне. То есть, как бы, сильной загвоздки быть не должно. С Нако, ну, я вряд ли поеду за ещё одним маком Нако синим, наконец, с города другой. Поэтому я думаю, что я справлюсь и так. Я свяжу, сделаю в этот раз горловинку чуть глубже, чем обычно. Ну, не знаю, вот реглан у меня очень манит снизу вверх своеобразной горловиной. Надо подумать, надо подумать. Вот, ну и, в общем-то, вот такой у меня новый процесс появился. Буду потихонечку вязать. Но, опять же, вначале то, что первоочередно, первостепенно, да, поважнее. Любовался бы и налюбовался бы на эту кокетку. Так, что у меня сегодня по плану? По плану у меня сегодня съёмки. Бесконечно много съёмок. И в свободное от съёма время или под монтаж я буду двигать только два процесса. Я их буду двигать до конца недели. И хорошо, если я их закончу, значит, что-то ещё, возможно, повяжу, да. Не закончу, ну, значит, плохо, садись два. Скорее всего, в первую очередь, это будет, я не знаю, и то, и то, как бы, одинаковая для меня по степени удовольствия от вязания. Поэтому я, наверное, буду ориентироваться по ситуации. Вот, ну что, до завтра. Очень надеюсь, что завтра будет хорошая погода. И я попробую подключиться лицом в кадре прямо на улице, да. Потому что сегодня у нас солнечно. Прибавилась немножечко температура и стало полегче. И, в общем, надеюсь, что завтра эта погода тоже сохранится. Вот, на этом у меня всё. До завтра, до следующего включения. Итак, всем привет. Значит, я должна была, конечно, подключиться к вам сегодня в кадре. Я всё это прекрасно помню. Но у меня тут форс-мажорное обстоятельство. Я вынуждена всё снимать в экстренно ускоренном режиме. Поэтому, по-быстренько мы сейчас с вами подведём итоги прошедшей недели. И я побегу, да. Значит, у меня есть небольшое продвижение со вчерашнего дня. Ну, давайте сразу к делу, да. Во-первых, готов первый носок. В этот раз я вязала носок укороченный. То есть, ну, он невысокий по длине. Но здесь, в этих носочках, в этой пяточке, эта пяточка, она сама по себе с клином подъёма такая достаточно высокая. И хоть и носок и кажется таким совсем коротеньким, по ноге он сидит очень хорошо. То есть, он уходит под брюки. Нету такого, что там голая щиколотка. В общем, всё хорошо. В итоге носки будут для меня. Мартер я пока убирать не буду. Он мне здесь нужен. И вот здесь тоже ещё поболтается. В общем, пока они, конечно, такие стрёмные. Я, наверное, его сейчас сразу хочу постирать. Потому что здесь я перевязывала пряжу. И там, где вот поворотные ряды, где по лесу бы изнанки вязала, там, конечно, петли пляшут. Ну и рис такой совсем безобразный. Вот. А так, в целом, неплохо сидят. Я посмотрела, мне понравилось. Думаю, ну ладно, так и быть. Наверное, судьба была такова у этих носочков. Родиться вот такими, не совсем такими, как я их задумывала. В общем, я постараюсь сделать фотографии носков в том числе. Ну и, конечно же, в видео, которые работают с сентября. Ну, к тому моменту, по идее, должно быть готово оба носочка. Будут фотографии, поэтому всё покажу. Не взвешивала. Хотя, очень любопытно, сколько шпряжа ушло на один такой укороченный носок. Я таких коротких, по-моему, ещё не вязала. Вот. И я приступила буквально вот. Думаю, может, я что-то успею. Ну, вот я успела сделать набор джути. И, по-моему, тут даже я сделала... Второй ряд прибавок у меня идёт. Значит, я набираю на каждую спицу на свою ногу обычно по 30 петель. Всего 60. Хотя, наверное, надо уже меньше. Как-то слишком вот тут свободно. А я люблю, когда носки, знаете, прям плотненько по ноге сидят. Хорошо обтягивают. Вот. Короче, это у меня миссия на сегодня. Да, то есть, всё свободное время, которое у меня вдруг будет появляться, я буду вязать этот носок. Потому что это будет такая домашняя работа на выходные. Рассказывала вам, да, что решила выходные освободить от работы. Ничем себе не обвязывать по вязанию и по монтажу. Эти выходные, к сожалению, скорее всего, такими не получится. Но есть у меня более приоритетная цель. Это сдать экзамен второй по вождению. Соответственно, я сегодня не буду, наверное, уже вязать. Но только если вечером. Потому что учить-то точно не получится с Максом. А вязать вот немножко получается. Вот. Поэтому ночь, день завтра, всё свободное время будет посвящено именно изучению конспекта, да. А вязание уже постольку поскольку. Ну, я так решила себе, что я лучше потрачу всю ночь сегодня. И завтра целый день, да, поеду сдам. И если я всё успешно сдам, на что я очень надеюсь, то в воскресенье, в принципе, я могу уже заниматься вязанием. Потому что у меня там ребёнок у бабушки. Могу заняться планированием, вязанием, ну и вождением тоже. Потому что у меня и в субботу, и в воскресенье занятия. Так. И второе моё продвижение вот в этой коробочке. Ну, как вы понимаете, поедки закончились. Не все, конечно, не подумайте. Закончился первый мотор. И связалось у меня уже вот такое полотно. Ой, ну прелесть. Здесь на скидку сантиметров, ну, наверное, сколько? 15, да. Этого полотна. С изнаночной стороны, как обычно, поедок больше. Ой, какая прелесть. И я даже задумалась о том, что, может быть, мне изнаночную сторону сделать лицевой. Да, то есть будет джемпер с изнаночной гладью. Хотя мне, конечно, этого бы не хотелось. Но тут реально намного больше. Прелесть прелестная. Хотя и на лице достаточно. Ну, выковыриванием с изнанки на лицо я точно заниматься не стану. Ой, ну на камере. Можно я так посижу? Посижу, понаблюдаю. Вяжется... Я так скажу. Если бы здесь не было поедок, наверное, я бы уже допром довязала. Да, потому что я уже выработала стратегию вязания. Это нужно такое, знаете, размашистую петлю, как будто ты веслом гребешь на лодке. Если я обычно стараюсь амплитуду движения минимальную такую делать, захватила быстренько петельку и убежала. То тут я прям хоп-хоп так вот размашисто захватываю ниточки, чтобы подхватить обе и как можно меньше перевязывать петли. Потому что бывает, что из первого раза, из-за второго не подхватывается. Ну, всякое бывает. Короче, красота. Прелесть какая прелестная. Так, ниточку мне сегодня уже отправить должны. Мы списались с Лидой. Она мне, по идее, должна сегодня отправить. И, наверное, во вторник, я думаю, ну, по идее, так должно быть у меня. Ну, давайте я скажу, что это не первостепенный процесс, абсолютно не приоритетный. Я буду вязать его в свободное время. Но я, конечно, очень хочу, чтобы он у меня в сентябре тоже был готов. Блин, я не могу насмотреться. Это очень красиво. Не зря я тебя начала, Джемпирог. Я буду балдеть от него. И что меня очень удивило, это остаток от вот этой пряжи. Чем он меня удивил? Значит, по этикеточке информация. У накалекот 245 метров на 50 грамм. То есть, грубо говоря, 50 метров это 20% от матка. Соответственно, 20 грамм вес. Ну, так вот, если грубо, да. И пайетки на 50 грамм 195 метров. То есть, по идее, при условии, что пайетки закончились в определенном месте, да, на 195 метрах, должно было еще остаться 50 метров. То есть, 20 грамм пряжи на куколеку от матка. Здесь, ну, к бабке не ходи, здесь нету 20 грамм. Здесь, ну, 10, ну, 11 от силы, да. Потому что, ну, я знаю на глаз, все, что меньше 50 грамм, я, ну, очень точно определяю. Ну, не так, как лисы, конечно, но здесь я уверена, что здесь нет 20 грамм. Даже не пойду перевешивать. И вот у меня возникает вопрос. Где подстава? Где подстава? На куколеку был неполноценный моток? Или в пайетках чуть больше, чем обещали, да? И как это выяснить, я, честно говоря, не знаю. Вот, ну, по идее, можно будет потом взвесить, когда, хотя, не знаю. Ну, в общем, что-то здесь не так. Меня это немножко напрягло. Потому что хорошо, если пайеток больше, плохо, если наку меньше, да? И так у меня ограниченное количество этой пряжи. И придется мне теперь мотки перевесить на весах, да, посмотреть, в чем загвоздка. Вот. Ну, это одна и та же партия. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки это в пайетках лишнего намотали. Здесь у меня получается наборный край без пайеток. И первый ряд провязан без пайеток. Но это же не 10 метров пряжи, извините. Это, ну, допустим, да? Ну, 4. Не больше, я думаю. Вот. И был у меня здесь очень-очень некрасивый узел попался по ходу. Ну, я, конечно, его сейчас не найду, но я его вырезала, потому что он был очень-очень стрёмный. И, естественно, я его по новой связала. Дайте еще попалдею. Только так под лампой блестит, да? А без лампы тоже блестит. Класс. Здорово. Очень красивые пайетки. Это тот самый случай, когда они реально красивые. Когда они не желтые, не зеленые. Когда они голографические вот такие, знаете, всеми цветами переливаются прямо вот под мои ногти. Да, у меня ноготок вот безымянный, тоже с такими же стразами. Класс. Пока еще не знаю, чем я буду заниматься на следующей неделе. Именно в плане вязания, да? То есть я, конечно же, строю планы. Однозначно вышел сарафан на первое место на следующей неделе. Я смогла прикинуть приблизительно сколько метров. Мне нужно извязать по сарафану на следующей рабочей неделе. Немножко обалдела. Поняла, что будете на следующей неделе в визоблоге наблюдать только за сарафаном. Но я буду, конечно, стараться только для того, чтобы вам было не так скучно смотреть видео. Да, я буду стараться продвигать не только сарафан, но и что-то еще попутно. Возьму с собой в работу несколько процессов. По которым я, конечно же, ничего не снимаю. То есть вот этот процесс, скорее всего, будет участвовать. Может быть, какие-нибудь носочки еще начну. Может быть, еще один процесс заведу. Есть задумка очень классная. Ну, мне так кажется. Короче, что-то такое, что можно вязать вот по вечерам, когда я уже с квадратами этим разберусь. Потому что мне по диве еще больше тысячи метров сарафаном работать. И я реально хочу за следующую неделю это все осилить. У меня понедельник съемочный день будет. Во вторник я еду на процедуры. То есть у меня целый день дома не будет. Я только утром успею, может быть, что-нибудь помонтировать. И то очень сильно сомневаюсь, да. И получается, что у меня фактически для съемок остается среда, четверг, пятница. Ну, вот надо будет как-то поднажать. И все-таки с сарафаном разобраться за следующую неделю полностью. Чтобы потом на последней неделе у меня было достаточно времени для того, чтобы это все дело смонтировать. Так, планы на выходные, да. Планы на выходные. Закончить все процессы, которые я не закончила в рамках рабочей недели. Это, соответственно, довязать второй носок и связать шапку. Точнее, довязать шапку, да. Потому что вот так у меня получилось. И если я это все довязываю, то у меня получается замечательный результат. Сейчас я попробую подбить, что у меня получилось по вязанию. Так, калькулятор. Значит, я вывезла на этой неделе, ну, допустим, 250 метров пряжи. Ализе Бэби Софт, Коттон Бэби Софт. 50 метров на носок. Дальше 300 метров на сарафан. Вот здесь 200 метров на ку. Ну, я грубо, да, 195, не столь важно. Носок где-то 150 метров. Итого получилось уже 950. Не помню, что ты вязала еще на этой неделе или больше нет. По-моему, больше ничего не вязала. 950 это получается за 5 дней. Да, и то не за 5 дней. Сегодня пятница, и вот сейчас только 2 часа дня. И если я успеваю разобраться с еще одним носком и с шапкой, то общий итог у меня получается 1300 метров. Это потрясающий результат. Я прям сильно довольна собой. Потому что, ну, это хорошо. Это хорошо, потому что 1300 это плечевое изделие с полноценной длиной рукава на меня. На большую меня. Не такую же, конечно, большую. Но все же. Еще есть куда стремиться. Вот такие вот делишки. Да, я очень хочу успеть. Я очень хочу успеть все. Но я понимаю, что мне нужно в первую очередь думать про экзамен. Я уверена, что если бы не экзамен, я бы закончила носок максимум к утру. Завтра я бы связала за тех час шапку. И в воскресенье я бы сидела или в новый джемпер бы начала. Потому что уже прямо руки чешутся там. Идея пришла внезапно. Я бывает, знаете, посмотрю, на стуле сижу. У меня хорошее кресло такое обалдежное. Я его долго на него смотрела. И потом себе все-таки заказала. И я смотрю, вот на нем коручусь, да, развлекая себя периодически. И смотрю на свой стеллаж с пряжей. И у меня так, знаете, лампочка сгорает. Точно! Вот это будет класс! И плюс еще актуально по сезону. И плюс еще быстро свяжется. Ну, просто бомбически. Бомбически-бомбически будет. У меня джемперочек еще один. Ну, я надеюсь, да, что тоже в этом месяце. По идее, как бы, все реально. То есть, я хочу еще за этот месяц довязать, ну, помимо вот этих двух работ, а мелочь мы оставим. Сарафан полностью. В джемпер и знаку Калеко. С пайетками. Джемпер ажурный было бы неплохо, если бы я его осилила. Я постараюсь среди недели все-таки найти время на то, чтобы отснять следующий кусочек мастер-класса, да, там, где я буду разделять полотно. И объяснить вот эти расчеты, там, немного и несложно, может быть, даже успею снять. И можно будет вязать рукава, да, а там за рукавами попроще показать, как набирать, рассказать про убавки, про расчеты длины. И можно будет вязать этот джемпер. То есть, я его тоже могу осилить. Так, сарафан. Что я сказала еще? Джемпер на Ку-Калеко. Я запуталась. Сарафан, джемпер и джемпер. И еще один, наверное. Ну, посмотрим. Даже если нет, то все равно уже очень неплохо, потому что уже как бы хорошо. Вот. Ну, это все мои амбиции, амбиции. А я еще раз скажу, что у меня в этом, в этом месяце, конечно, для меня работа важна. И я сейчас очень сильно стараюсь. Не в ущерб своему здоровью. Ну, знаю меру. Вот так я скажу, да. То есть, конечно же, я могла бы больше отдыхать. И нужно было бы больше отдыхать. Но пока как получается. И так я себя сейчас, ну, больше берегу, скажем так. Здесь просто, что последний месяц, да, обучения. И хочется без пересдач, без откладывания. Потому что чем быстрее я получу права, тем легче и дешевле будет для меня. Вот. Поэтому я прям, знаете, я себя заставляю положить вязание и заняться учебой. Потому что, конечно же, вязать постоянно хочется. Вот. Такие вот у меня были продвижения на этой неделе. Рассказывайте в комментариях, какой у вас средний результат в неделю. Вообще вы анализируете. Или вы таким не занимаетесь и вяжете, как придется. Как там. Вообще рассказывайте, да, сколько у вас свободного времени на вязание. По вечерам или там, допустим. Может, вы на работе вяжете. Может, вы в транспорте вяжете, пока на работу едете. Это очень интересно. Потому что есть люди, которые вяжут, знаете, когда вдруг приспичило. Я знаю таких, которые там раз в две недели. Вдруг захотела заняться, больше нечем. А есть реально такие, которые, наоборот, стараются каждую минуточку урвать на вязание. Да, там где-то, не знаю, пока котлеты жарятся. Одна сторона. Ты стоишь уже носочек по-быстренькому прямо у плиты вяжешь. Вот. И те, и те вправы. Да, у каждого свои приоритеты в жизни. Просто интересно, как это происходит у вас. Вот. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за ваши просмотры. Надеюсь, что в следующий раз не будет никаких срочных дел. И удастся реально подключиться лицом в кадре. А может быть, вообще я стану как-то еще чаще. Потому что муха прицепилась. Это делать. Может быть, среди недели будет удаваться. Я думаю, что это все со временем как-то, знаете, войдет в привычку. И станет намного проще. И вам в то же время интереснее. Так что еще раз огромное спасибо за ваши просмотры. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. Поддерживайте канал. Колокольчики. Там все, что нужно. Вы сами знаете, да, что делать. И до новых встреч. Всем пока-пока. Продолжение следует...